Приветствую вас и давайте попробуем подумать о том, кому выгодно то, что вы задаете нам такой вопрос. То есть у вас есть своеобразный, индивидуальный, обособленный стиль поведения, в котором вам, судя по всему, комфортно, удобно, хорошо и приятно. У вас выработана своя модель поведения, которая вас полностью устраивает. И здесь мы скажем первый момент. Чтобы там не говорили другие люди и как бы вы себя не вели, как бы не складывалась ваша жизнь, как бы вы себя не чувствовали и так далее, ну все. Всегда упираются только в одно, на самом деле. Удобно ли вам, комфортно ли вам, получаете ли вы то, чего вы хотите. Если да, а по вашему сообщению получается, что это так, что вам действительно хорошо, вам действительно комфортно, вам действительно есть все, что нужно, и вы просто не зависите от других людей, то возникает другой вопрос. А почему вы задались целью быть, вообще говоря, похожей на других людей, на других женщин? Зачем вам это? Потому что они не такие, как вы. Да, это так. Каждый человек, он по-своему идеален. Но давайте подумаем. Вы этим женщинам завидуете? Вы хотели бы в них, вы хотели бы чего-то для себя, то, что видите в них? Или что? Может быть, вы хотели бы сделать их интересы своими? Но тогда это получается уже не вы, это кто-то другой, другой человек, не вы. И понимаете, все упирается в то, чего вы хотите. Если хотите, например, стать более активным, хорошо, мы можем вам помочь в этом. Если хотите стать более женственным, мы и в этом можем вам помочь. Но вопрос заключается в том, для чего. Для того, чтобы для самой себя выглядеть более полной, более соответствующей образу той, кем вы себя представляете. Или просто потому, что вы не похожи на других. Вы знаете, в первом случае, я надеюсь, все понятно. Если чего-то хотите вы, но не знаете, как этого добиться, мы можем вам помочь. Если вопрос касается того, что вы хотите быть кем-то другим, или другой, ради, собственно говоря, других людей, то тогда вы немножечко не понимаете, как работают социальные устои. Устои у людей, социальные устои у людей. Причем, пожалуй, того, что общество, как и любое человеческое образование, стремится к тому, чтобы защитить себя, чтобы продлить свою жизнь, продлить свой род. И оно, это самое общество, стремится всех людей внутри себя, либо привести к какому-то общему признаку, чтобы все люди были похожи в целом, либо их отталкивать. И судя по тому, что пишете вы, судя по тому, что я увидел ваше сообщение, это общество активно на вас давит. Почему? Потому что вы ему не подходите. Вы другой человек. Вы своеобразный человек. Вы человек, который не стремится к тому, что в обществе, вообще-то говоря, положено спрямиться. Точнее, к чему? В обществе, вообще-то говоря, положено, ну, положено, как бы, спрямиться, да? И тогда возникает, ну, вот, такой момент, то, что общество для чего-то пытается вас сделать такими, как и все остальные его члены. Потому что ему так удобнее, ему так комфортнее. Общество боится, что какие-то его члены пойдут за вами. То есть, по сути, станут такими же, как вы. и именно ваше поведение станет определяющим для других людей. Не то другое, которое есть сейчас, а именно ваше. И общество этого боится. Вообще говоря, оно очень этого боится. и именно поэтому пытается за всех сил вас построить на себя. Но нет такого понятия, как вот обязательное соответствие там, скажем, каким-то стандартам поведения в обществе. единственный стандарт поведения в обществе это, чтобы вы никому не вредили. Вот если вы никому не вредите, то к вам никаких претензий вообще нет. ну вот и давайте попробуем с вами собственно говоря и определить. Оказываете ли вы какое-то негативное влияние на общество или нет? Если не оказываете, то к вам никаких претензий тогда быть не может. Живите так, как вы живете и не обращайте внимания ни на кого. по той причине, о которой я вам только что говорил. Если вред наносится, то есть если вы наносите все-таки вред обществу своим поведением, тогда конечно его стоит пересмотреть, но опять же как пересмотреть? Только в том контексте, чтобы вы не вредили другим людям. Чтобы вот этот вред, если он есть, чтобы его свести к минимуму. И все. Больше от вас ничего не требуется. Что касается вашего поведения, то оно нормально. Как вам сказал коллега, вы флегматик, флегматик действительно верил себя именно так. и их суть, их тип личности, темперамент определяет то, что вы называете. И да, вы не похожи на других людей, но простите, а в родном обществе вставляют свои стандарты. Если бы в вашем обществе, в обществе, где вы чаще всего бываете, было бы больше флегматиков, большинство флегматиков, то ваше поведение было бы совершенно нормально. Но поскольку у вас больше других людей, других типов личностей, то соответственно и ваше поведение выглядит на их фоне выделяющимся. Но выделение поведения это отнюдь не означает того факта, что оно не нормально. выделение значит другое. И весь вопрос в том, хотите ли вы быть другой, самобытный, или хотите быть такой, как все. Вот ответьте себе на этот вопрос, только честно спросите себя. Хотите вы, например, быть зависимой от других людей, но получать от них внимание, взаимопонимание, взаимодействие, поддержку, самообщение, контакт и прочее. Или хотите быть одна, если вам в одиночестве прекрасно, ни от кого не зависит и тем самым избавить себя от переживаний. Ваш мужчина у вас есть, сабота у вас тоже есть, все у вас в принципе есть. То есть вы не хотите детей, это ваше право. Не хотите детей, не готовы к тому, чтобы стать матерью. Может быть вы не будете готовы к тому, чтобы стать в этом нет ничего страшного. Если мужчина хочет детей, а вы соответственно детей не хотите, этого мужчина либо принимает вас, принимает ваш выбор, либо нет. Но это его право. А вы рано или позже найдете такого человека, который будет разделять вашу точку зрения, который просто считает, что дети ему не нужны. все. Люди не обязательно должны сгодить детей. Люди не обязательно должны жить как бы традиционной семьей, скажем так. Люди живут так, как каждому из них удобно, так, как каждый из них хочет. Вот с чем заключается основная ценность. И я думаю, что вам нужно ориентироваться в своем поведении вреде всего на ваш собственный комфорт. Вот как вам комфортно, так вы и устраиваете свою линию поведения. А все остальное уже потом, понимаете, оно уже потом, потом. Сперва ваш комфорт, потом комфорт всех остался. Потому что если вы не позаботите себя себе, то о вас никто не позаботится. К сожалению, это так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.